Всем привет! Сегодня хотим поговорить на тему того, как поменять еду собаки. Например, ситуация. Вы взяли щенка, который был у заводчика и кушал натуральный корм. Но по своим возможностям вам было бы удобнее, чтобы собака ела, например, сухой корм. Для этого, во-первых, подготовьте специальный корм для щенков, гипоаллергенный желательно. И не берите сразу большое количество, потому что корм может просто не подойти вашей собаке. Вы берете небольшое количество, смотрите по весу и по возрасту вашей собаки. На этикетке обычно все эти есть таблички. Смотрите дневную норму вашей собаки и начинаем делать переход. Резко просто убирать натуральную пищу и вводить сухой корм не стоит, потому что это довольно травматично для системы пищеварения собаки. Лучше делать переходы правильно и плавно. Есть два варианта. Вы можете добавлять сухой корм в натуральную еду постепенно, небольшими порциями. С каждым разом все увеличивать, увеличивать, уменьшать натуральную составляющую и увеличивать порцию сухого корма. Либо вы можете просто какое-то из кормлений, у щенка их много, какое-то из кормлений уже делать сухой корм. То есть, например, у вас 4 кормления, 3 кормления вы даете натуральную пищу, 1 вы даете сухой корм. И таким образом плавно, постепенно увеличиваете количество сухого корма в рационе собаки. Та же схема работает, если вы хотите перевести собаку с одного корма на другой сухой корм. Допустим, у собаки появились аллергические реакции, у собаки плохой стул, еще какие-то моменты, явные признаки того, что корм нужно поменять. Не нужно сразу резко бросать, давать один корм и переводить на другой, потому что это также очень стрессовая ситуация для пищеварительной системы. Поэтому точно так же, либо порционно мы чуть-чуть добавляем сначала 80% старого корма, 20% нового. Таким образом, постепенно увеличиваем пропорциональность. Либо вы можете точно так же одно кормление, если это взрослая собака, утреннее кормление вы даете старый корм, вечернее кормление вы даете уже новый корм. Такой способ мне не очень нравится, потому что мне кажется, он довольно жесткий. Лучше все-таки, на мой взгляд, постепенно подмешивать новый корм в порцию и таким образом плавно переводить собаку с одного корма на другой. Почему это так нехорошо для собаки, резкие переходы? Я думаю, мы снимем отдельный ролик и зададим этот вопрос ветеринару, который точно профессионально ответит на этот вопрос. Если информация была полезна, пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии, мы их всегда с удовольствием читаем. Всем здоровых собак и до свидания!